итак добрый день друзья на связи андрей жариков и сегодня у нас будет интересная встреча на связи татьяна тарасова и фарид гораев привет ребята да для начала хотел бы немножко чтобы вы рассказали о себе татьяна начнем с тебя расскажи пожалуйста кто ты по профессии чем занималась добрый день друзья спасибо андрей что пригласил на это интервью рады знакомству и с теми кто будет слушать в записи возможно эту встречу меня зовут татьяна тарасова я из москвы ну как бы последнее время живу там всю жизнь работала в банках я финансовый аналитик эксперт в рисках и много лет структурировала как говорится чужие бизнесы много лет занималась аудитом анализом вот по второму образованию я оценщик бизнеса в инвестициях тоже сейчас последнее время получила опыта хорошо что положительный и сегодня если будет интересно да и андрей будет нам задавать вопросы а мы расскажем как раз о том какой опыт мы получили и поделимся с вами тоже возможности возможности да спасибо фарид да добрый день друзья фарид гораев живу в москве а я бизнесмен предприниматель в моем опыте есть работа с крупными предприятиями совладелец сетейного завода большие программы делали по газпрому и на сегодняшний день можно сказать что моя производственная карьера осталась в опыте я сегодня профессиональный инвестор я занимаюсь инвестициями я ищу интересные проекты и еще интересные сообщества которые инвестируют какие-то перспективные проекты вот наверное мы сегодня об этом больше будем говорить спасибо и собственно мы сегодня собрались для того чтобы обсудить проект джем форме я так понимаю из вас двоих татьяна первая до услышала познакомилась с этим проектом да да я пришла в компанию в семнадцатом году тоже желаю получить во первых опыт связи знакомства в этой сфере и конечно с целью создания капитала потому что так как я уже сказала да меня интересует только законность легальность чтобы это было все это капитал то чтобы он был прозрачный с которым потом можно уже дальше что-то решать поэтому джем форме на мой взгляд даже в семнадцатом году мне показалось сочетание рисков и возможности весьма перспективные истории и я пришла как инвестор и сегодня я топ лидер компании внесла уже огромный вклад в этот проект в эту компанию и сегодня мы с нуля создали миллиардный продукт потому что целью этой всей истории до создания платформы дали скажем высоко технологичного продукта и он у нас не единственный развитие вот до определенных размеров до определенных стоимость и продажи уже медиакорпорации или какой-то не за группе которые собственно говоря охотятся за такими продуктами вот собственно да скажи пожалуйста ты говоришь огромный вклад ты имеешь ввиду именно по результатам работы твоей команды структуры а но во первых я сотрудничаю с компанией я конечно внесла вклад и опытом и достаточно большой ресурс финансовый уже внесла поначалу я пришла как портфельный инвестор желает просто капитал да и получить как я сказал опыт то впоследствии понимаю что можно сотрудничать с компанией за это тоже получать акции долю расширять размещаться дополнительно конечно сейчас уже все мои члены семьи там родственники понятно они тоже все размещены в этом активе потому что все в общем то того же самого напомни пожалуйста вот ты упомянул что ты работала в банковской сфере и у тебя была именно специализация в банке чем-то занималась последние годы я руководила большим подразделением по сопровождению кредитного портфеля крупнейшего бизнеса это миллиардные компании до от миллиарда и выше рублей конечно вот и собственно говоря подразделение сопровождения поэтому конечно это огромная ответственность напряг да понятно кто работал в нами меня поймет четыре недели отпуска и так далее сама себе не принадлежишь и конечно для меня это показался шанс который позволит мне поменять жизни я пять лет назад ушла из банка хотя многие мне не поддержали полностью перейдя в компанию да сегодня я вхожу в президентский совет и в общем то тоже влияю на такие стратегические решения а фарит тоже кстати член лидерского совета тоже внес огромный вклад именно своим опытом своим видением очень многие люди его не просто уважают ценят и прислушиваются потому что человек имеющий опыт за плечами создание крупного капитала в линейном бизнесе на мой взгляд это единственный человек вообще в моем окружении который смог создать миллион долларов в таком линейном бизнесе поэтому огромный респект и большой украшение к фариту и конечно огромная благодарность что он тоже проголосовал за джем пришел к нам в команду не сразу может быть захочет сам расскажет сколько он ходил к нам до присматривался и поэт на тоже интересные давай как раз плавно перейдем к фариту фарит ну а ты как познакомился с джемом джемом да фокус на джем не дал мой друг мой бизнес партнер николай стерликов я но мне не очень внимательно прислушался в том что он имел опыт быть членом правления банка и он создавал свое время систему юнистрим платежный мир все ее знают пользуются это его дети он его создал и они командой создавал продали на запад то есть у него за плечами уже такой глобальный большой проект он там тоже был в виде менеджера а хоть и высокого порядка и вот он мне сказал что есть интересное направление немного не в своей сфере но эти предлагаю рассмотреть потому что это очень перспективно полгода наблюдал смотрел конечно мои производственные мозги никак не могли вместить таким образом на цифровых активов на какие-то мессенджерах можно заработать я привык что сколько надо виталий изготовить оставить и за это можно получить деньги а здесь виртуальные деньги это какие-то бизнеса миллиардные доходы и знаете я начал вникать я начал вникать и я потратил очень много времени чтобы разобраться я встречался с экспертами я для себя открыл потрясающий рынок потрясающее направление которым сейчас успешно продвигаюсь развиваюсь я очень этому рад реально я перешел в другую скажем нишу и бизнес инвестиции и доходов и ответим и перспективы сейчас хорошо ребята вот смотрите вопрос к обоим то есть еще во время первой беседы я рассказывал то есть про джем форме естественно я знаю давно еще наверное напомни когда вообще проект джем форме зародился а но вот идея была еще в тринадцатом году и обсуждали вот со мной ряд нас ангел который первые деньги инвестировал в идею да я говорю это немного сумасшедшие люди они как нет модельновидные в этом году была там какая-то первые уже шаги сделаны но так как мы которые делали как гений оказался не совсем технологичным придя уже в синезис эта компания который не 5000 программистов до который сделал вайбер еще ряд миллиардных проектов вот тогда они взяли нас на разработку это было 16 год уже вышел первый релиз того приложение сейчас пользуемся поэтому официальным днем рождения считается 27 мая 16 года она и а вот так долго и и пробовали были ошибки пробану как была цель и сегодня эта цель в общем ну да то есть вот смотрите получается я примерно наверно в те годы и слышал джем да то есть рекламировали поскольку я тоже имеют отношение к инвестированию да но собственно прошло прошло уже сколько получается семь лет да то есть и вот меня смущало именно что это получается такая очень долго играющая история то есть проходит проходит уже много лет и каждый раз вот вот у нас скоро будет продажа продажа но вот расскажите что на данном этапе то есть на каком этапе находится компания чего чего было достигнуто и насколько уже наконец-то близки к долгожданной продаже смотрите коллеги но больше андрей да значит то что вот люди которые так думают да мы просто имеем телью продажу некоторые люди слышат то что хотят слышать говорят что вот вы уже там 5 лет продаете но мы не могли продаваться не пять лет назад когда еще нечего продавать что-то продать нужно что-то создать и люди скорее всего которые так рассуждают да они просто может быть не касались никогда этой сферы и даже может быть и не знали что и вайбер и ватсап и слаг и telegram делали 5 7 11 лет разные проект компании которые достигли такого масштаба они создавались там минимум пять-шесть лет да как ватсап тут же да мы начали все пользоваться четырнадцатом году но может кто-то не задумывался что его начали делать восьмом году и его кто-то тестировал финансировал просто вот эта закулисья которая осталась за кадром у большинства людей мы в нем оказались я считаю это шикарный опыт это крутейший опыт до который мы можем получить и с технической точки зрения и мы очень сильно выросли вместе с проектом и мы влияем даже на функционал который либо внедряется либо не внедряется то что я активный тестировщик творить тоже и android системы айос я специально у меня iphone есть еще чтобы тестировать а вот и веб-версии marketplace то есть это глобальный процесс и создать миллиард нельзя быстро потому что если бы это был быстро все бы делали да но когда начал развиваться наш проект начал развиваться параллельно еще таких же 50 может быть идей было да но ни одна компания не дошла не прошла даже долину смерти вот в любом процессе стартапа есть долина смерти расширение развития и выход вот мы сейчас в предпродаже да и прошли вот этот весь путь в отличие от тех кто не смог сделать что нам помогло во первых терпение команда ресурсы гениальный способ финансирования да мы привлекаем мелкие частные капиталы независимо от крупных инвесторов и собственно говоря удача да потому что 40 тысяч инвесторов которые но кто-то сотрудничать с компанией единицы а большая часть людей просто портфельные инвесторы а ну и те кто просто инвестировали молятся знаете уже это огромная польза вот поэтому мы сегодня создали суперап который может похвастать таким функционалом которым нет ни у кого и нам пришлось за эти шесть лет семь лет не просто догнать до создать базовый функционал потому что базовым функционалом и сегодня не можем привлечь людей нам нужно было сделать что-то лучшее технологичное комфортное и удобное и суперап это в принципе приложение которое является личным ассистентом для решения любых своих проблем и это все работает уже и если будет интересно мы расскажем что из себя представляет наше предложение почему сегодня люди приходят уже суда тысячами и в том числе из телеграм-каналов да особенно кто ведет большие комьюнити с собой или чему-то обучает или что-то продает а почему они переходят в джем потому что больше удобства комфорта до больше монетизации больше возможности заработать и плюс получить новые комьюнити и ведь если вы поймете да что что создать стоимость компании стоимость компания создает информация которая агрегируется платформой и не технологии не безопасность которая сегодня кажется визуально что вот у телеграм это есть у вас а по этого нет на самом деле не это создает стоимость платформе а база данных которые агрегируют платформу а чтобы эту базу получить мы должны получить пользователи а что пользователи получить мы создаем сервисы безопасность комфорт и удобство только на это пойдут сегодня новые пользователи именно поэтому сегодня 36 миллионов пользуются да и половина я думаю влюблена в джем половина может быть со случайно скачали но это не важно поверьте что через год-полтора он будет на каждом смартфоне потому что доступны такие сервисы которые в одном входе позволяют человеку удобно и комфортно получить все что нужно включая денежный перевод это переводы купить продать иметь расписание календарь конференции теле трансляции ну то есть вот все что нужно для бизнеса для развития для развлечения для коммуникации но то есть все это есть вот прекрасном качестве включая 100 переводчика на 27 языков я сегодня могу общаться с любой аудиторией который переводит и тексты и посты и голосовая транскрибация происходит голосовых сообщений которые можно перевести вот этот функционал конечно вот мы сейчас как раз общаемся именно в приложении джем форме для конференций и ты упомянула что она поддерживает принципе до 1000 человек но программно можно делать до 1000 но это будет еще и расширяться в ближайшее время на вашем опыте то есть может быть вы какие-то общие совместные там делали уже конференции то есть но возможно были у вас конференции до 1000 человек или несколько сотен человек а смотри андрей у нас основной командный чат в котором тысячи человек и нам чтобы сделать иногда с утра не смотрю тысяча две я двух людей должна удалить чтобы мы 9 подряд каждый день с командой созваниваться в 13 кроме воскресенья месяцев и не было ни одного сбоя до фарит не даст оврать все записи у нас сохранены мы даже создали все записи хронологии любой может посмотреть мы их называем специально как то чтобы можно было легко найти нужную информацию и это конечно бесценно компания они компания на супер аппа создал сообщества дает она по труб нет ни у кого и есть сообществе новостной ленты есть вообще общая лента как инстаграме и фейсбуке но внутри сообщества где можно уже общаться с семьей там подъездом институтом там можно фан-клуб какой-то где можно создавать абсолютно все для удобства да там включает там календарь расписание оплата сервисов и товаров это можно продавать даже атрибутику или товар или тортики ключу хочет это все уже в джемспейсе есть и и можно также там оплаты проводить потому что у нас сейчас рублевая зона подключена банк тиньков на базе тиньков осуществляет транзакции подключен крипто бот который позволяет пополнить крипто кошелек с любой карты и собственно говоря у нас будет запущен вновь встроенный кошелек для путешествий будет пригоден travel карта потому что сегодня затруднительно оплачивать разными картин в разных странах мира и вот это тоже облегчит для индустрии туризма очень большой хорошо я попрошу еще фарита тоже прокомментировать вот на твой взгляд тем более татьяна упомянула что фарит ну тоже так ты ты приглядывался проекту изучал его изучал но твое наблюдение за вот эти годы что было достигнуто друзья давайте смотрите я можем маленькую нарисовку сделаем моих наблюдений психотипу инвесторов за вот эти вот семь лет пока проект развивался каждый из нас входил какие-то проекты каждый имел какой-то опыт и вот что я заметил несколько психотипов инвесторов и знаете вот проведу пример я сейчас у меня младшему сыну у меня три сына младшему 15 лет и они все увлечены интернетом вот они в интернете да и я начал читать такую интересную аналитику психологов и они сегодня вывели такую болезнь вот болезнь называется клиповое мышление вот это вот тик токовского и тема когда у тебя мелькают картинки она немного вредно для того что не дает человеку выстроить долгосрочную историю в голове начала процесса и конца то есть привыкли вот клиповое мышление и я увидел что часть инвесторов привыкла или приучили их очень коротким проектом они все как правило но неустойчивый то есть туда заходишь люди топят какие-то мысли там планы строят он раз закрылся и вот за семь лет вот мы тут разговаривали с одним моим партнером тоже инвестором игры ты сделай анализ где ты был за семь лет чего ты добился а самое главное давай посмотрим на финансовый результат который у тебя есть вот картинка была очень веселая скажи очень веселая а вот джимфом и смотрите такой оба караван корабль до который вот семь лет он строится он создается да и он сейчас на выходе и мы очень заслуженно сегодня ожидаем очень больших доходов и понятно что в семь лет это нужно какое терпение иметь какая должна быть психология мышления 7 лет строить что-то но всегда большие деньги всегда были связаны именно с временем и мы за 20 лет ой за 7 лет сделали двадцати кратное умножение вот это результат это можно посмотреть цифра но самое интересное знаете что что вот эта психология когда ты спокойно даешь возможности развиться своему бизнесу вырасти капиталу формирует тот психотип мышления эту эмоциональную устойчивость который помогает потом сохранять этот капитал потому что я тоже видел что даже те которые на маленьких проектах заработали деньги слушай они удивительным образом их истратили и они опять и стали с нулях я смотрю как бы такие качели они заработали как и потратили украл выпил в тюрьму вот такая вот история и вот этот инвестициях это конечно какой-то мазохизм называя поэтому я сторонник таких глобальных проектов масштабными больших которые дают возможность выйти на серьезный капитал и вот как раз джемфоми это вопрос о серьезном капитале о серьезных деньгах о таком же сообществе о таком же вот психотипе людей и мне очень приятно здесь быть и с точки зрения перспектив доходности а сейчас очень короткое время уже обозрима короткое время будет очень большая история новостная история форбская там будет писать о том что реализовался проект же имеет уже нет вопрос наш нет сомнений вот и в нашем кругу вот смотрите что меня сегодня очень радует вот в этом маленьком кругу особенно лидерском будет очень много состоятельных людей это будет особое сообщество людей которые прошли долгий путь семилетние работы которых в кругу которых ни один миллиард долларов не побоимся пустого сказать миллиард долларов в управлении этого сообщества я думаю что мы будем искать локации для совместного проживания потому что есть такая идея и конечно мы будем инвестировать следующие проекты и это уже новый этап жизни и вот такие проекты большие это большее исключение из правил это нонсенс чтобы простой человек простыми деньгами мог войти в такое проект иметь такие доходы и иметь такую перспективу поэтому я считаю что невзирая на мои заводы там неплохие работы с газпромом там логическими заводами вот это самый масштабный проект и самое такое мая и зимненько на торте и и бизнес инвестиционный насколько я знаю в этом в этом или в прошлом месяце было мероприятие недавно турции до в июле или в июне до в июне 24 июня была международная конференция в тимире к тому же компания провела эту конференцию в лучшем отеле да это рикса сангейт и зал конвенции где проводят конференции компаний для всех это такой знаете как знак что эти компания проводят события в этом зале дата но это очень серьезный уровень и администрация позаботилась о том чтобы вывести весь топ-менеджмент потому что осенью на конференцию в москву далеко не все могли прибыть а сюда могли приехать все у нас было более чем 25 стран акционеры топ-менеджеры до майкл йордан это руководитель фонда нашего приехал 26 часов летел с америки из канады были партнеры из мексики хорошо получается в проекте практически ну вниз не самого начала но как бы до одна из первых то есть ты плотно плотно совершенно погружена в этот проект постоянно отслеживаешь новости но вот именно твои впечатления то есть что что для тебя нового был на мероприятии потому что я так понимаю ты как еще раз ты входишь какой совет как он правильно называется ну да то есть ты получается в курсе всех там текущих новостей но вот на мероприятии все-таки ты узнала что-то новое для себя да на событием там была явлена ключевая новость да мы перешли более высшую лигу именно нашего статуса потому что мы развивались все семь лет как не публичная закрытая компания дает это какого то сейчас мы перешли фонд который зарегистрирован на маврики и внутри фонда сейчас уже есть две компании два стартапа это джемспейс у нас будет сейчас ребрендинг уже прошел и сейчас следующем релизе уже play маркетах будет джемспейс мы ушли от четверки в название джемспейс потому что она напрягает азиатов а в японии ассоциации со смертью да да поэтому сейчас называется наше приложение джемспейс появился новый ярлык появится после следующем релизе мы уже к нему привыкли он нам нравится а второй проект джеммаркет то есть само по себе что у нас будет продажей мы стали в два раза богаче это первая новость а также маркета будет продаваться чуть позже да это будет но тоже очень перспективная с большим потенциалом play market который будет иметь связь с мессенджером а это клиенты и вот представьте он будет иметь несколько региональных площадок этому континенты разные там или страны и несмотря на что одно приложение которым мы все владеем это будет идти но торговые платформы это на из разных стран да и она будет тоже продаваться чуть позже требуется еще до развить может через два года через три неважно может через полтора вот но это будет уже чуть позже а джемспейс который уже готов к продаже поэтому джеммаркет отделен из приложения мессенджера потому что он работал не во всех странах и как бы это было не очень и то что фонд под крышей которого вот эти две продажи произойдут да это нам что дает во-первых более всем понятная форма да мы сегодня можем привлекать крупный капитал включая другие инвестфонды это пфр и страховые компании разные юридические лица могут теперь инвестировать наш фонд для нас для инвесторов это большой плюс что мы теперь привлечем крупный капитал быстро сделаем рекламу на что нам постоянно не хватает ресурса чтобы быстро продаться а сейчас 36 миллионов пользователей нам надо 50 миллионов тире 100 чтобы прям вот уже продать до или выйти на переговоры продажи а вот поэтому эти вот капитал который сейчас придет нам очень кстати а второй фактор для нас в рамках фонда легче продать компанию она более дорого стоит и более понятна сделка потому что если почитать форбс да то все продажи они были от фонда ну таких вот скажем закрыт но компании в третьих поскольку фонд на маврикии это сегодня финансовый мировый хаб да об этом многие знают это самый легкий трансфер денег с азии в европу там с америки в азию и то что фонда зарегистрирован на маврикии это позволит верифицировать всех абсолютно граждан да например америка американские граждане три года у нас плакали очень сложно было их верифицировать потому что маршалов островах для наша компания настоящая там в общем сложность россия для россиян нет никакого напряжения до в отличие от маршалов островов островов поэтому фонд для нас открыл новые перспективы то есть мы к нашей продажи придем быстрее дороже и быстрее легче получим деньги который собственно ради чего все это делать вот и поэтому сегодня все акции джим джим спейс дали джим фуни которые имеют акционер на руках нас 20 миллионов долевых акций было они будут обменены эквивалентно на доли фонда и переходный период который сейчас вот полтора месяца будет до конца августа то что где-то в августе мы ожидаем выхода документов уже фонда мы это будет финансовая лицензия финансово регулятора который будет размещена в открытом доступе и нам намного легче будет себя позиционировать да потому что люди не имеющие подобного опыта но вот даже ты да андрей а тебе тоже казалось странно компания какая-то частная предлагает долю в уставном капитале кто что маршалов острова вот эти вопросы они просто отпадают у всех кто присматривался кто приглядывался кто сомневался кто боялся но во первых сомневаться уже как говорится поздно да потому что даже оценка годовалой давности только мессенджер миллиард долларов и сегодня все инвестиции полностью защищены потому что если мы разделим даже миллиард на 20 миллионов долей то что чем мы владеем да это уже 50 долларов на одну акцию акции сегодня покупают люди оптимы по 30 евро если брать большие пакеты соответственно риск сведен к минимуму да ну просто мы говорим что инвестор важна защищенность мы ее уже получили год назад то сейчас понятно наш супер ап стоит намного дороже мы просто оценку еще не сделали да но мы будем сейчас делать и как я уже говорила такие компании покупают в разы дороже потому что окупаемость этих платформ она очень быстро если мы будем говорить про классический бизнес который имеет окупаемость там 5 7 10 лет да это считается нормой то эти бизнес окупают очень быстро за год за два за три может быть да за несколько месяцев иногда именно поэтому такие компании платят в разы больше чем это может стоить в моменте то есть продается будущая прибыль ближайшего там года двух и это покупатель покупает понимает как отработает вот поэтому в рамках фонда нам будет легче привлекать инвесторов и мы сейчас очень быстро как с трамплина доведем до нашего логического завершения продадим джинспейт а дальше займемся джим маркетинг вот поэтому это конечно перспектива открывается такая очень вот это нам все рассказали на конференции хорошо фарита тоже спрошу фарит может быть ты для себя какие-то ключевые моменты с конференции услышал что тебя зацепило ну да я во первых был очень рад и первый раз воочию поздоровался за руку с представителями администрации директоров американской компании стороны с европейской потому что я с ними не встречался из этих событий всех подлинных и всего прочего все знакомства было у нас онлайн поэтому очень здорово поздороваться за руку у меня очень такая интересная глубокой и для меня очень важная беседа была с нашим тех а вот и он так как он сделал большие проекты вот и международные именно по финансам и мне очень было интересно спросить а вот такие сложности есть как это все структурируется мне подкрыл но внутреннюю кухню так было интересно послушать да какой огромный пласт работы производится который никто не видит даже инвестора даже мы партнеры не все видим вот чтобы сделать коллаборацию между разными странами быть финтех который станет таким финансовым хабом между разными территориями это вообще такая изюминка такой эксклюзив будет внутри вот и это я я же как я же как этот ну такой рациональный да еще инвестор предприниматель мне важно чтобы не просто поучаствовать хотя уже самоучастие это классная история потому что но участка рядом проекте но мне уже мне уже есть что рассказать в бане так скажем пацанам а уже но еще и хотелось бы деньги получить я когда вижу эта история которая создает обслуживает миллионы десятки сотни миллионов пользователей создает внутри монетизацию и и легко продать с точки зрения понимания покупателя как он как раз это статья сказала увеличит вернет вернет свои инвестиции увеличит и разместившись на ipo еще получит огромное финансирование с рынка потому что это очень перспективный проект для рынка вот поэтому совмести все это я на конференции получил огромное удовлетворение от знакомства первое с серьезным таким авторитетным советом директоров воочию и получил те вот детали которые мне нужны были чтобы понимать почему проект вот продастся хорошо продастся и соединились хорошо ребят вот прозвучала фраза что чтобы продажа состоялась нужно набрать 50 миллионов пользователей на данный момент татьяна озвучила 36 миллионов но чистая математика то есть если получается 7 лет ушло на то чтобы собрать 36 миллионов до 50 остается 14 то есть не получится ли так что придется ждать еще несколько лет когда наберутся вот эти оставшиеся 14 чтобы в итоге продажа состояла но смотри андрей по этой логике да если бы мы вы имели линейное развитие то наверное ты прав здесь сложно с этим как бы возродить но учитывая что в этих бизнесах включаются прогрессии да вот смотри у нас в последней оценки было 30 миллионов пользователей а в предпоследний годом ранее а двумя годами ранее там полтора примерно 13 миллионов да то есть мы условно говоря я пришла в семнадцатом году было два миллиона пользователей потом мы очень сильно отмечали 5 миллионов до которых шли три года потом быстро стало 10 20 потом вот этот год у нас был чуть медленнее потому что мы сделали упор на и осознанно не делали рекламу почему как виктор степанов нам рассказал такую вот вещь там в теме рида что здорово что мы не привлекли много пользователей в этом году и здорово что мы не рекламировали широко почему потому что наш оценка в плей маркете до 4 7 балла а в аппторе 4 4 это очень высокая оценка если бы мы недоделанный сервис мы очень много включили вот сейчас ввели финтеха сообщество переходчик транскрибации вот этот вещь роскошный функционал который в этом году внедрялся и дорабатывался во первых мы на него тратили все ресурсы мы на ней нанимали дополнительные бригады разработчиков у нас сегодня в парке высоких технологий наш центр разработки находится это для нас невероятную гордость 40 инженеров высокого профиля которых мы купили в этом году половина почти то что когда с рынка уходили компании мы нам повезло и мы крутых разработчиков смогли себе привлечь вот они очень имели тоже ресурс мы переехали в крутой офис там весь синезис вообще плакал провожая какая у нас техника какие горит мы но то есть понимаете уровень да и вот ответ на свой вопрос я получила степанова именно да почему мы а мы могли бы получить низкий балл вот почему я начала говорить например кто-то ставил бы два балла оценку балл и мы бы потом уронили наш рейтинг выплывали из него несколько месяцев нам это вообще никак поэтому сейчас когда вот наш функционал на сейчас тестируется бета-версии именно перевода денежные мы можем переводить внутри мессенджера в рублевые тони себе деньги крипто перевода сейчас это все в бета-версии но буквально еще на две недели это будет уже на боевом процессе на полный на полнофункционально тиражироваться и вот тогда реклама как бы будет кстати а учитывая что мы сейчас в очереди стоят фонды которые ждут выхода документов мы провели почти десять переговоров в саудовской аравии с фондами сейчас кочановский кстати вчера его не было на конференцию на 5 уехал в катар то есть эмираты арабские страны да это саудовская аравия а вот там сейчас оттуда потекут к нам капиталы уже естественно крупный капитал да потому что мы готовы юридически и мы готовы к рекламе вот все в свое время проходит чем больше я нахожусь вот здесь процессе тем больше я понимаю господи как хорошо что мы не пошли на ipo не на ipo они стали выходить на nasdaq еще раз с нашими нотами господи как хорошо что вот так то все произошло ты так прекрасно что вот мы не делали эту рекламу в этом году вы понимаете все идет так вот надо мы в таком потоке все случится так это будет нужно 50 миллионов мы получим до конца года вот есть такой понимание потому что для меня тоже была очень важная так как проект он мой флагманский и на него очень большие ставки я тоже следил и знаете что я хотел сказать что смотрите у нас легендарная группа маркетинга девушки которые в свое время раскручивали подвигали такие знаменитые многомиллионные проекты как танчики of tanks все играли или видели как другие играют фифа где полмиллиарда пользователей и вот они умеют привлекать я говорю а почему мы сейчас не привлекаем от когда был такой кулуарный разговор и совете директоров и между но нами специалистами да и инвесторами и смотри очень важный момент мне сказали мне очень понравился деньги будут выброшены на ветер если проект не готов не доделаны и запилена да очень большое количество людей они не смогут воспользоваться тем функционалом которые в принципе есть вот это будет проблема вот это может быть проблема для компании поэтому очень все правильно вот татьяна сказала да подготовили сделали и самое главное вот это прям можно уже об этом говорить тот функционал который мы даем это ноу-хау если ты первый не занимаешь рынок а мы сегодня сделали не мессенджер у нас супер ап это новое выражение которое сейчас будет в обиходе вот этот ну есть мессенджер но дай свое определение что такое супер ап да это вот татьяна уже сказала что это личный твой помощник для ведения твоей деятельности какая бизнес деятельности коммуникационная деятельность то ли ты семейный создал супер ап и там общаюсь и все создано чтобы было удобство общения работы финансовых операций то есть этого нет на рынке и когда ты выводишь на рынок какой-то продукт и у тебя конкурентная среда то есть риск что у тебя просто своруют и и поэтому надо быть как это говорят вышел должен быть мощный сильный и цель вот как раз это всего время у нас сегодня очень высокого уровня маркетологи которые за короткое время при финансировании в принципе наполнили 50 миллионов и 100 миллионов поэтому это не вопрос тем более не знаете до тех событий февральских которые да вот произошли мы же сделали за год 20 миллионов они сделали за год 20 миллионов причем при ограниченном финансировании за год достигли поясни и подожди сделали 20 миллионов чего больше чем полтора года у нас было предыдущий оценку то чем я сказал 13 миллионов а потом в сентябре получили оценку 32 миллиона а вот за это прошло между этими оценками но чуть больше полутора лет но мы их не просто сделали мы получили за счет именно когда у нас было ну скажем через рекламу которую они же делали и сейчас у нас есть кейсы есть вообще уже все пробы ошибок получили да то есть есть наработки это конечно все дорогостоящая реклама которая вот форб статьи издают да это собственно реклама и у нас форбс несколько статей в рбк в коммерсанте в лентуру очень много статей это первый источник первый тир один считается ну как бы таких сми это есть реклама но мы сегодня не делаем рекламу в гугле да или тоже не работает это вели бы видеоблогеры либо лидеры мнений к тому же многих спрашивают рекламу не видим да опять же ответ зачем же мы будем на вас тратить рекламу да если вы уже джем установили рекламу видит только тот кто еще не имеет мессенджера то есть это работает еще и точечно как это они делают я не могу сказать да но их результат в уртов тэнкс также 500 миллионов пользователей они очень быстро создали или фифа игра да в которой вошла в книгу рекордов геннесса по этим показателям в ней играет миллиард это тоже благодаря этой команде который теперь зная что включено в эту экосистему есть какая-то предварительная оценка вас за сколько это может быть продано есть рынок на который мы опираемся то есть меньше 40 миллиардов долларов мы не будем продаваться то есть стартовая цена до от которой мы принимаем предложение то 40 миллиардов долларов такую стоимость мы в принципе очень легко и быстро будем иметь а учитывая что если мы сейчас будем иметь оценку например там оценочная компания нас оценит мы не можем но вернее мы можем это принять к сведению для того чтобы понимать как растет наш стоимость но это не имеет ничего общего с рыночной стоимостью как я уже сказала да такие компании продаются намного дороже чем это может быть согласно оценке то что оценочная компания как оценит она берет выявляет цену пользователя изучает там 13 мессенджеров экспертно обосновывая что может дать этот функционал тот функционал последние оценки у нас не было никаких сообществ не было много чего что запустил за этот год это конечно все увеличение цены стоимости пользователей вот можно сейчас поговорить подробнее как формируется оценка таких продуктов сейчас просто я думаю уже эфир у нас очень затянулся немножко я я я просто когда слышу в новостях что илон маск купил twitter за 44 миллиарда да и так думаешь а что из себя представляет twitter это просто сайтик на котором вот текстовые сообщения люди пишут там причем ограничение не знаю как сейчас раньше было 40 символов не больше сейчас правда я заметил добавили видео то есть такер карлсон известный ведущий он сейчас переехал в twitter это там сейчас вещает ну так думаешь там функционал то общем то достаточно примитивный и это продали за 44 миллиарда вот у тебя есть такие предположения что сыграла здесь популярность и именно количество пользователей значит смотри почему он купил во первых ничего другого не продавалась это раз во вторых как я сказала в начале может быть мне очень-то придало значение что стоимость создает объем информации и клиенты а технологиями мы конкурируем между мессенджерами для того чтобы привлечь клиентов илон маск слову сказать уже окупил свои 45 миллиардов если будет интересно можем следующий раз обсудить за счет чего это действительно я приглашу александра да вот он рядом и он вам расскажет такие вещи которые может быть больше дадут понимания зачем такие компании покупают как они достигают окупаемости у него даже не было монетизации там еще включено это сейчас он очень большой уже проделал работу если вы заметите twitter очень сильно поменялся да и по функционалу и как там зарабатываются деньги это сейчас просто но не пять минут а вот поэтому клиентскую базу и ресурс который понимая за счет своего имени он быстро его раскрутит да потому что это же как работает вот если например в наш фонд сейчас инвестирует пфр швеции например далее швейцарский фонд или любой другой то доли нашего фонда вырастут в три раза как работает рынок с фондами вы знаете да наверно не хуже меня поэтому мы сейчас как фонд привлекаем например допустим black road да сейчас инвестируют в нас что-то да это номер один на рынке фонда то наши доли фонда вырастут в пять раз и наоборот да вот это вот тоже такая интересная история поэтому так как мы сейчас фонд для нас открывается такая перспектива которую даже мечтать не могли не говоря о том что сейчас же маркет это будет 2 продажи это тоже деньги но то что нам даст фонда с той точки зрения как фарит сказал важно сохранить деньги приумножить упаковать так чтобы следующее поколение но не растратили быстро улучшить мир да то есть создать такие как например нобель до упаковал в трасс свой депозит и рента который каждый год получают лауреаты да это же сколько лет уже вот поэтому много очень инструментов возможно да это ресурс маневр контроль сделки все в наших руках мы абсолютно не уязвимы никакому крупному инвестору который придется например как это было бы в нашем предыдущем варианте да когда мы были лтд вот поэтому конечно сейчас те крылья на которых мы летели да скажем мы крылья компании мы сейчас на них просто еще быстрее все сделаем быстрее нам это результаты принесет и перспективы более интересно вот если так вот в двух словах поэтому такие продукты покупают еще раз резюмирую да вот в ответ про иона маска ради информации которую может платформа агрегировать вот если покупатель видит что этот процесс там возможен он не будет ждать как бы 200 миллионов 300 миллионов тоже потом это купить очень сложно все же хотят сэкономить на сделке миллиардов это посредственная стоимость которой мы вправе начать и те покупатели которые за нами сидят они что-то понимают и поэтому пока переговоры всегда идут просто мы не можем об этом говорить люблю любые переговоры требуют индейда неразглашение поэтому мы просто знаем что это есть да и те которые за нами следят и наблюдают они в очередь встанут и поэтому будет тендерная продажа и будет такая думаю горячая битва за нас будем это наблюдать хорошо вот прозвучала такая фраза что уже возможно продажа состоится в этом году но кто-то может из инвесторов потенциальных до сказать что ну наверное поздно уже заходить а вот что на это что скажете но смотрите мы до самой продажи будем продавать доли фонда до доли потому что кто-то у фонда вообще 40 миллионов долей и вот эти 20 миллионов которые для джемспейс а 20 для джеммаркета это перегородка она условная если нам понадобится продать 21 миллион то значит это будет сделано и пока не состоялась продажа можно присоединяться на сейчас просто особо выгодные условия в переходный период пока мы в ожидании документов фонда компания дала дополнительные привилегии для размещения поэтому если кто-то заинтересован будет предметно можем дать ответы уже на вопросы помочь все сделать максимально выгодно и продуктивно вот это вот так и поэтому здесь нет опасений что все пропало мы опоздали вот после продажи джемспейса по моему предположению уже малых пакетов не будет то что привлекать на мелкие мелких инвесторов будет неинтересно потому что мы все вот фарит такие как мы на 40 тысяч человек да ну кого-то меньше акций у кого-то больше мы после продажи джема джемспейс естественно захотим разместить большую часть в фонде да ну то есть в первую очередь в джеммаркет и естественно со стороны инвесторов будут приглашать только крупную ну просто мелким это очень канительна очень затратно и не очень эффективно продавать по 2 акции сейчас человек может присоединиться имеет тысячу долларов 1000 евро да он может купить себе акции в нашей компании пакет и даже получить в качестве переходный период дополнительные бонусы сразу акции джеммаркета на переходном периоде которые еще пока его нет данной топ-то на акции джеммаркета а маркет это намного дороже чем space продадимся поэтому это очень тоже интересно хорошо фарит твои заключительные слова скажи свое резюме да смотрите я разговаривал с одним моим очень близким другом он достаточно серьезный бизнесмен предприниматель он слышал про бизнес про джем наш проект вот но все такие люди они очень увлечены своим бизнесом и у него никогда не хватало времени посмотреть и знаете какую зарисовку я сделал она как бы осенила такая мысль я с ним поделился игры смотри дружище я очень хотел бы чтобы мы дальше двигались вместе в каком-то едином финансовом пространстве еще инвестиционном но вот представь как мы сейчас продаем джемм у тебя сомнений нет у него сомнений нет стать уже все он уже решил понял увидел особенно последние новости и перспективы развития игры смотри вот мы сейчас вот это количество людей вот наших особенно вот лидерский состав да у которых пакет уже сформированы определенные акции мы имеем большое количество здесь денег и скажи пожалуйста кому будет предпочтение инвестировать следующие проекты в рамках этого фонда а у нас уже проверенные совет директоров у нас юридическая компания международная у нас свои программисты причем уровня google и вот таких международных компаний у нас маркетологи именитые и мы сделали большой глобальный проект как ты считаешь какой фокус будет сюда и второе кто будет иметь право инвестировать в те проекты которые мы будем фонде развивать у нас у самих денег слишком много и слова слишком много и будет достаточно финансировать те проекты которые придут тут просто будет конкуренция еще внутри нашего сообщества чтобы ну поучаствовать в тех проектах которые мы будем делать они очень будет высокая лояльность поэтому дружище я говорю если ты там за бортом то мы будем с тобой увидеться здороваться но мы не будем в одном пространстве это очень сильный вот из вилла и он сегодня уже и так намекнул я тебе буду махать ручкой из проезжающего поезда нет я просто но он очень блин не потуху прям такой друг я говорю ну просто ты понял он прям увидел эту картинку он понял что он остается за бортом но слава богу все можно он уже не за бортом все его взял на бороду подождите меня не уезжайте без меня мнение это категор людей которые впрыгивают расталкивает так что он еще он смекнул что сейчас пакет еще на жену на детей возьмут я его знаю ну что ж ребята отлично спасибо на этой позитивные новости были заканчивать спасибо что подключились рассказали про проект собственно кстати мне как тоже блогеру интересно что у вас есть именно в плане вот видео то есть какой-то возможность тоже публиковать свои видео насколько я знаю есть да смотри да ты можешь создать у нас канал из которого ты можешь вести трансляции приглашать на репортажи кроме всего прочего ты в этом канале можешь любой контент размещать там с других ресурсов там с ютуба с телеграма с инстаграма пожалуйста вообще ничего не разбраняется также свое сообщество может пригласить потому что и создать вообще сообщество где ты можешь даже если у тебя есть какое-то расписание тебе здесь будет намного комфортней координировать людей люди не заблудятся они получат максимум комфорта пользы и расслабленности а расслабленные люди это всегда довольны люди и там есть донейшн донейшн то есть люди могут благодарить тебя и финансы финансы и поддерживать нас еще добавил будет какой-то девятого скажи саш 9 августа выходит босс в котором можно настроить с любого ресурса публикации в вашем канал то есть телеграмм инстаграмм он оттуда будет брать все что вы публикуете и вставлять вашей новостной ленте а вот это да здорово уже есть который тоже собственно говоря в сообществе очень продуктивно кто-то что-то разместил себе раз сразу то есть минимум времени максимум пользуется сегодня тоже большой большой движением огромным садитесь учиться очень быстро вот я прям знаете это для ноги будет вау а как же хорошо ребят спасибо большое что подсоединились думаю что эта встреча у нас не последняя будете и дальше рассказывать что происходит делиться хорошими новостями как происходит развитие уверен что будет большой праздник по поводу достижения 50 миллионов да тем более что как вы говорите это уже возможно в этом году эта цифра будет достигнута наверняка компания какое-то большое там события по этому поводу сделаю до шампанского хорошо ребята ну можете так сказать в завершении просто сказать какие-то свои мысли я хотела фарита поблагодарить за этот эфир он организовал андрей огромное тебе спасибо мы второй раз вот коммуницируем меня такое просто очень приятное ощущение от твоей улыбки от позитива от твоего опыта и от твоих знаний и конечно будем рады тоже если мы как-то объединимся в одно комьюнити потому что на самом деле если нас может кто-то усилить до помочь своим опытом это для нас бесценно вот будем тоже рады поэтому всем твоим инвесторам от нас привет готовы общаться встречаться рассказать про twitter если будет интересно вот александр пригласим поэтому всего доброго всего наилучшего и всем больших профитов да ну хотел поблагодарить тебе за представленную возможность и за введение вот этого брифинга вот такой легкости и и информативности получилось информативно а своей стороны хотел сказать что слушайте вот сейчас много событий происходит и вот это мясорубка на финансовом рынке и огромное количество этих вот хайп проектов которые просто людей ну реально пощипали это мягко я говорю да и я говорю насколько вот насколько ценно находиться в экологичном обществе долгосрочных проектах с весомыми людьми и просто чувствовать внутреннее благородство вот это вот такой уверенность и самоуважение это так дорого и ценно что вот я думаю что вот это наверное большей цене чем деньги вот быть таких сообществах поэтому благодарю тебя за эту возможность и думаю что мы будем и общаться и мы с тобой и в других проектах да вот не всегда что мы с тобой да коллаборируем и вот и не сомневаюсь что и мы действуем тоже не в этом как раз так что тебе большое спасибо и большая благодарность и привет всем твоим слушателям глобал star club возможности безграничны